Белая репчелы, ой, калетка, калетница! Каледовать во Владимирском начинают еще засветло, чтобы успеть обойти все село. С Рождества и до Крещения ряженые ходят по домам с песнями, плясками, пожеланиями добра и благоденствия. Бабушки часто говорят, пока каледовщики не прошли, Новый год не наступит, они ждут. И часто говорят, каледовщики счастье приносят, вот поэтому очень хочется принести счастье. Уродишь пшеничка, горох, чечевичка, на поле копнами, на столе пирогами. Традицию каледовать в селе возродили несколько лет назад. Обрядовые песни собирали по всей округе у бабушек и дедушек. Однако просто спеть мало. Чтобы заработать угощение, каледующим приходится изрядно потрудиться. Без рук, без ног рисовать умеет. Карандаш! Нет! Мороз! Молодец! Молодец! Правильно, девочка! Держи-ка! Во главе шумной толпы – механоша, ряженый изображающий медведя. Он предводитель и главный гость. Все подарки отправляются к нему в мешок. Не дай бог хозяевам дома обидеть механошу. Не видать тогда достатка и благополучия в новом году. Надо подавать. Это заведено не нами, а всю жизнь. Все, что накаледовали – на стол. Посиделки, как в старину, с самоваром и песнями. А ближе к полуночи девушки садятся гадать. Тянут бумажки с именами будущих женихов, жгут бумагу и льют воск. Гадание воском – любимое среди девушек. Воск остапливают над свечой и выливают в воду. Главное – верить в гадание. Иначе получится бесформенное пятно, и та, что гадает, так и не узнает, чего ей ждать в наступившем году. Девушки гадают, сняв нательные крестики. А в крещении обязательно искупаются в проруби, чтобы смыть с себя все грехи. Дарья Иванова, Роман Серебренников и Владимир Боков. Приволжское бюро этого центра. Нижегородская область. Роман Серебренников и Владимир Боков.